Детей на Украине учили, привет Игорёк, учили о том, что украинский, первый украинский, второй украинский фронты, это были украинские фронты. Это вот я показываю эту книжку, что Серёга мне подарил. Ответы, экзамены, а что это за ответы? Это детей Украины обучают этой истории новой. Так это ещё за 2006 год, Игорёк. Здравия желаю, товарищ прапорщик. Здравия желаю, товарищ... Пардон, я не буду выдавать твоё настоящее воинское звание. Старший прапорщик, я же старший. Блин, я-то надеялся, тебе уже подняли. А выше старшего прапорщика уже не прыгнешь, всё. Почему, если звёзды сделать немножко большего размера... Генерал-полковник. Вот видишь, а ты, конечно, не прыгнешь. Достаточно просто увеличительное стекло поставить на каждый погон. Да, Миша, ну что, я от себя лично и от всей нашей, так сказать, спитой компании поздравляю тебя с успешной сдачей твоих этих самых экзаменов. Вот, так что по приезду я спою тебе песню про Катинос Михайло на тракторе. От ворот прямо до ворот. Так что ты теперь, кто у нас по специальности стал? Ну тут такая, оператор, окей, heavy equipment operator. По-английски, то есть оператор, ну по-русски эквивалент будет оператор тяжёлой строительной техники. Но там четыре вида у меня только допуск. Это бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и карьерный самосвал. Но это называется у нас articulated rock truck. Articulated это значит кабина и кузов сзади, который поднимается. Но кузов... Машина, во-первых, поворачивает не колёсами, а всей кабиной. Ну не всё как у людей. Да, и мало того, вот этот сзади кузов, он... На корме, взади нельзя говорить. Это гендерно неправильно. Понял, хорошо, прошу пардона. Так вот, он независимо от кабины. То есть если вдруг он захочет перевернуться, то перевернётся только кузов, кабина останется на месте. О как, да? Да. Ясно. А подводный лётчик, нету такой специальности? Есть, но там надо особый допуск. Допуск, да? Да. То есть надо смотреть, какая температура льда. Да. Температура льда и плюс ещё возможность... Ну, это подробности опять-таки. Возможность, сколько лошадей запряжено в подводе. Ты же подводный лётчик, на подводе лёд возит. Я так понял. Да. Но ты, как обычно, пришёл с какой-то очень интересной информацией. Да, ты же знаешь, Миша, вот ты мне показал тут историю, да, а я могу тебе сказать точно такая же история. Вот зрада-зрадная пришла, откуда и не ждали. Так. Точно такая же история за 10 класс, только надрукована в переводе на русский, кто не знает, самую первую, даже первее, которая Адама и Евы была же украинская мова, самая первая. Сначала появилась... Сначала Бог создал мову, а потом создал город Житомир. Да. А потом в городе Житомир уже он создал Адама и Еву. То есть, он был Ивасик Адаменко и Олеся Адаменко. Ну, она его жена. Ага, окей. Вот, да. Значит, и вот этот самый учебник истории за 10 класс от 2017 года, представляешь, там карта Украины изображена без Крыма. Представляешь, какая зрада. Какого года? 17-го. И ты помнишь, был такой анекдот по поводу индейцев и бледнолицых? Не рассказывали тебе вот такой анекдот в детстве? По поводу Зоркого Сокола. Не знаешь, да. Ну, я тебе сейчас расскажу. Ну, может, там телеглядачины я раз знаю. Знаешь, когда банда бледнолицых поймала этого самого краснокожего индейца, там, кто он там был? Винетусын и Чучунов. Вот. И Зоркий Сокол с ним тоже. Говорит, ну, их этот самый... Когда они убежали из плена, прибежали к себе в этот самый, как его, в племя. Ну, там собрали старейшины и спрашивают, ну, как же вас... Как же вы оттуда убежали? Вот. А они говорят, ну, вот, представляешь, представляете, поймали нас эти бледнолицые собаки. Посиди, посадили в сарай. Вот. Мы, говорит, сидим день, сидим два, сидим три. На четвертый... Ну, я не знаю, зачем Сергей, зная о том, что я в стриме, звонит. Наверное, чтобы я завязывал. Ему надо срочно тебе что-то сообщить. Нет, не бывает ничего такого срочного, чем наш стрим. Да. Вот. И, короче, на четвертый день Винету рассказывает, что Зоркий Сокол увидел, что четвертой стены в сарае нет. Вот мы так и убежали. Слушай, подожди, может, там действительно что-то случилось? Что-то серьезное. Сейчас, одну секундочку, я ему еще перезвоню. Хорошо. Потому что мне звонил буквально, вот, показываю, Сергей, Игорь. Плохо видно, Игорь из Первомайска, а потом Сергей звонит. Ага. Ну, давай. Это они тебе на Viber звонят или на WhatsApp? Я тебе сообщение скинул и дал звонок, чтобы ты на него посмотрел, на это сообщение и прочитал все. Сереж, скажи, ты сейчас в прямом эфире. Сережа, привет. Он тебя не слышит, Игорь, потому что я же наушник. А, понял. Ну да, Игорю, привет. Да, он тебе просто привет передал. Бешено идет. Что-что? Задержка с изображением бешено идет, поэтому я не ориентируюсь в пространстве. Я просто сейчас с тобой по телефону говорю. Так что, случилось что-то серьезное? Я тебе написал здесь в WhatsApp сообщение, чтобы ты прочитал его людям. Про Надежду Николаевну, про окна. Не, ну я понял, что две недели ждать где-то. Ты написал, это я видел в этом, в чате ты написал. Да, а теперь я ей позвонил, она сказала неделю. Вот, и сказала, что смета будет и на работу и на окна. Ну, цену, цену привезут. Хорошо, хорошо. А, то есть твой звонок и Игоря звонок, они независимы друг от друга, да? Чего? Твой звонок и звонок от Игоря, они не зависят друг от друга, да? Нет. А, потому что буквально за минуту до тебя Игорь звонил, потом ты звонишь. А я знаю, что ситуация там у вас обостряется с хохлами, поэтому я думаю, может что случилось? Ну, мне сегодня Игорек, Олежка Сепар сказал, у нас движняк конкретно идет по Луганску. То есть военное передвижение сегодня целое. У нас, кстати, тоже. Что, в Крыму тоже? Готовятся. Готовятся. Я не знаю, что в Крыму. Я тебе говорю, сейчас Игорь передает, что в Крыму тоже движняк идет. Нет, я видел, что туда техника едет, в Крым, это да. А по Крыму тоже, наверное, точно они рассредотачиваются, скорее всего. Ну, будем ждать. Потому что вертолеты вчера летали, понял? Украинские вертолеты летали по их территории уже здесь. Ага. На серой зоне. Тут еще активировались эти нацики у меня в чате. Не в чате, а в стриме. Тут один ушлепок присылает по доллару со всякими какашками подписывает. Я надеюсь, его еще на 100 таких сообщений хватит? На 1000? А лучше, да, лучше на 1000 сообщений. Уважаемый украинский друг, чем больше какашек, тем лучше. Он пиарится, у него 12 человек его смотрит, он за любого готов зацепиться, чтобы пропиариться. Это чмо, которое украло денег на памятник. Ну, это я все слышал. Хорошо. Хорошо. Все. Давай удачи, Сереж. Так. Ну, они же их там, их слушают, я думаю. Ты знаешь, мне... Ты даже не представляешь, эти шароварные звонят. Говорит, ну, говорит, а что они им звонят? Ну, позвонили бы нам, мы им успокоили. А то звонят американцам, спасите, помогите. Тут эти самые вернолеты над границей летают. Русские. Мне тут один приятель здесь местный, ну, из Канады, наш русский, он сибиряк сам, прислал... Подожди. Блин, а куда он мне прислал его? Да е-мое. Может быть, на личное сообщение? Нет. А может, на ватсапе, да? Вот, напридумывали вот это ерунды. Сейчас сиди и ищи, да? Ватсап, вайбер. Так. Ага, это как Путин выступал. Да ты что? И что говорит? Про Путина? Вот, уже третье. Вот он неугомонный, да? Давай, 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 нацик. До тысячи сообщений, давай. У нас есть, куда деньги распределить. Да, да. Читаю. Американский военный дрон, пролетев над российскими сминцем, вернулся на базу с установленным Яндексом, госуслугами и подпиской на Безогон ТВ. Ну, это же к чему это? Это ты знаешь, что с 1 апреля все гаджеты, которые продаются на территории Российской Федерации, должны быть по закону с предустановленными российскими приложениями. Ну, там Яндекс, какие-то еще приложениями. Да, 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 это Самсунг, это Самсунг так сделал. А, это вообще к любому, к любому. И Самсунг, и те, эти самые квадрокоптеры, эти самые беспилотники Байрактары, которые Украина купила у Турции, они тоже установлены с установленной картой Яндекс Мэп, только без украинского Крыма. Ты спросил про Путина, это займет буквально 5 минут. Владимир Владимирович Путин о пересмотре итогов Второй мировой войны. Ага. Каждый год, как приближается месяц май, западные политики уже по установившейся традиции поднимают тему пересмотра итогов Второй мировой войны. А вы действительно этого хотите? Да? Окей. Господа, товарищи, друзья. Путин старался не поднимать глаз от лежащего перед ним документа. Видно было, что каждое слово дается ему с большим трудом. Собравшиеся в зале президенты, премьер-министры, понимающие переглядывались, хотя российский президент не анонсировал своего выступления. Каждый из них имел инсайдерскую информацию о теме доклада. Соратники. Путин, как ему казалось, нашел подходящее слово. Не раз Россия вставала перед жестким выбором. Не раз на долю русского народа выпадали суровые испытания. И каждый раз Россия, Русь, не ломалась, а выдерживала жесточайшие удары судьбы. Тем самым подтверждая свое право именоваться великой державой. Однако величие державы заключается не только в способности противостоять внешним и внутренним вызовам, но и в способности признавать свои ошибки. Многие годы Советский Союз, Российская Федерация упрямо отвергали одну только мысль о пересмотре итогов Второй мировой войны. Сегодня мы признаемся, мы были неправы. Решения, принятые под давлением Сталина, могут и должны быть пересмотрены. Истина должна восторжествовать. Справедливость должна быть восстановлена. Премьер-министр Польши не раз поднимал вопрос о возврате территорий, несправедливо отвергнутых советским режимом. Сегодня мы признаем, эти требования вполне справедливы. Поэтому, первое, территории, несправедливо отторгнутые у Германии, переданные Польше по итогам Второй мировой войны, вновь возвращаются немецкому народу. Города Вроцлав, Шецен, Гданьск, Гданьск возвращаются их исторические наименования, Берслау, Штеттин и Данцех. Второе, польское население, незаконно заселившее эти земли, в течение 24 часов обязано покинуть эти области. Третье, часть Пруссии, переданная Польше, в 1946 году также возвращается к Германии. Польско-германская граница на всей своей протяженности возвращается к линии на 1 сентября 1939 года. Путин поднял глаза, глянул на сидевшую в первом ряду Меркель и впервые с начала своей речи улыбнулся. Фрау Меркель зарделась майской розой и улыбнулась в ответ. Продолжаем. В качестве компенсации к Польше возвращается территория западной Украины с городами Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, с населением, испытывающим самые теплые дружеские чувства к польскому народу. Крики. Президенту Польши плохо, воды врача! Считаем, что в целях восстановления исторической справедливости Германии должны быть возвращены и незаконно отторгнутые у нее территории, ныне входящие в состав Италии и Франции. — А Литва! — прошептала Меркель. Но Путин ее услышал. — А Путин ее услышал. — Клапида? Забирайте. Меркель смахнула со щеки слезу благодарности. — Там еще и Вильна, он же Вильнюс. — Почекай. — А, ждем. — Границы Калининградской области остаются без изменений. Услышав эту фразу, Меркель, понимающая, кивнула. Ну, ни на что другое она не рассчитывала. — Как это забираете, проснулся премьер-министр Литвы? Ну, у них все заторможено. — Вильнюс возражает. Клапида — это немецкий мемель. Верните немецкий город немцам. Кстати, Вильнюс — польский Вильно. Тоже придется вернуть. — Да-да-да. — Премьер-министр Литвы вскочил с места и бросился к выходу срочно решать вопрос о переносе столицы в Каунас. А теперь о Западной Белоруссии. Александр Григорьевич вынул платок и отер вспотевший лоб. Вопрос о государственной принадлежности Западной Белоруссии будет решен в ходе прямых переговоров президента в России и Белоруссии. Путин в упор посмотрел на Лукашенко. — Ты все понял, Григорьевич? Батька мгновенно просчитал в голове ситуацию и все понял. Если Путин отдаст территории полякам, ему одна дорога в Россию. А, в Ростов. В соседе к Януковичу. И то, если успеет ноги унести. А не отдаст Западную Белоруссию Путин только при одном условии. Ну что ж, губернатор Белорусского федерального округа Российской Федерации тоже не последнее место. — Да-да-да. — Продолжение. Путин трагично вздохнул и продолжил. А теперь о регулярно поднимаемом вопросе возмещения ущерба, понесенном странами в результате Второй мировой войны. В нападении на СССР участвовала не только Германия, но и прочие страны. И если Германия, пусть и не в полной мере, возместила СССР ущерб от агрессии, то прочие страны нет. Это надо исправить. Россия намерена потребовать возмещения ущерба от бывших союзников нацистской Германии. Это Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Болгария и входивший в состав Третьего рейха Австрии. Наши финансисты сейчас высчитывают размер ущерба, подлежащего компенсации. Путин посмотрел в зал. — И попробуйте только не отдать. По залу пронесся вопль ужаса. Путин выдержал фразу, паузу и продолжил. Но на справедливую компенсацию могли бы рассчитывать Украина и Прибалтийские республики. Президенты Украины, Латвии, Эстонии и Литвы вскочили с мест и дружно зааплодировали. Но поскольку нынешний Киев, Вильнюс, Сталин и Рига не считают себя преемниками советских республик, а позиционируют себя сторонниками националистов, сражавшихся с СССР, в том числе и в частях СССР, правильнее было бы считать нынешнюю Украину и Прибалтийские республики союзниками гитлерской Германии. Со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Аплодисменты стали затухать и постепенно сошли на нет. Кроме того, на Восточном фронте воевали дивизии СС, сформированные из граждан Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Испании и прочее, которые также запятнали себя военными преступлениями. И, как мы считаем, эти страны также несут как моральную, так и материальную ответственность за это. Я не понимаю, на что он намекает, премьер-министр Бельгии наклонился к премьер-министру Нидерландов. А чего тут не понять, простонавал Марк Рютти. Готовьте бабки. Президент России остановился, но это была только пауза. А теперь о Японии. Курильские острова – неотъемлемая часть России! Выкрикнул подпрыгнувший на месте премьер-министр Японии. Да, согласился Путин, однако наши ученые сомневаются, действительно ли самым южным островом Курил является остров Кунашир. Например, профессор Жуков считает, что остров Хоккайдо также является частью Курильской гряды. Профессор Жуков пробормотал Синзо Абе. Не знаю такого. Он считает курс тактики в Академии Генштаба, подсказал японцы-китайский коллега. Путин перевернул последнюю страницу доклада и в заключении, в свойственной ему манере, пошутил. Приговор, как говорят юристы, окончательный, обжалованию не подлежит. Контроль за соблюдением принятых решений оставляю за... Сделаем, Владимир Владимирович, заверил президента Шойгу. Да. Спасибо, Сергей Кужугетович. Кужугетович. Оговорка по Фрейду. По Фрейду. И если кто-то начнет упираться, не начнут, будьте спокойны, я их сразу на счетчик поставлю. Что такое счетчик, премьер-министр Италии обернулся к Меркелю. Ангела, вы не знаете, что это такое? Знаю. Обычно русский счетчик 3-2-1 пуск. Вот такой доклад был. Кстати, ты знаешь, что вот по истории нам говорили, что вот, например, рейск канцелярию Гитлера, да, вот, Рейхстаг, обороняли там отборные немецкие войска. Ничего подобного. Их обороняли французы. Когда немецкие части под Берлином сдавались в плен, французы, французы, они там так сражались. Это исторический факт. Зато французы на халяву стали страдной победительницей. Да, в итоге стали страдной победительницей. Совершенно верно. О, мы только что раскачегарили нашего друга. Да, до чего? На четвертое сообщение. Уже 4 бакса у нас есть, представляете? Да, 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 даешь два царек за стрим. Да. Да, Миш, я хочу тебе еще поблагодарить за VPN. Ты знаешь, я им воспользовался ровно один вечер, потому что на следующий день таким волшебным способом опять у меня VPN поменялся. Игорек, пользуйся тогда, когда тебе надо. Главное, чтобы он тебе приносил соответствующие плоды. Благодаря Паше он меня настроил, да. Вот. И я надеюсь, что я с ним увижусь на следующей неделе. Так это секретовые даю, да. С ним с чего? Что? С Пашей надеюсь, увижусь на следующей неделе. А, увижусь. Мне показалось, что он приезжает. Я понял. А что, он приезжает? Да, нет, да, не скажу. Я не услышал. Да, я так и понял, да. Вот, и это самое. И ты знаешь, на следующий день опять оно все перегралось. Смотрю, опять VPN у меня, IP поменялся. Так что это самое. Ну, и напоследок могу тебе сказать, тоже одна зрада пришла. Представляешь, оказывается, в Судаке обнаружилась недвижимость и довольно-таки нехилая. Там порядка двух кафе, одна гостиница и несколько объектов жилой недвижимости у депутата Верховной Рады от «Слух народа». Представляешь, вот, и она как бы по совместительству получается, она имеет не всю часть, а долю в этой недвижимости, а основную часть имеет ее папа, который по совместительству во время Порошенко, вот, был, работал в администрации президента. Так что, представляешь, так что я так думаю, что когда ОСЭП, когда помнишь, вот этот вот пошло, вот этот же идет в интернете разгон, как одна там девушка писала, слушаем хамчака, пора валить с этой страны. Да, да, да. Я думаю, что часть из Верховной Рады во главе с нашим президентом ломанется в Крым, потому что... А куда еще, там же недвижимость. Недвижимость, да. Значит, друзья, СБУшники, если вы нас смотрите, а я надеюсь, вы нас смотрите... Ну вот, один нам подобный признает каждое сообщение. Вот, вы проверьте эту информацию, которую мы вот сейчас вам доложили, чтобы ни одной этой самой, понимаете, что вот вся недвижимость, которая тут оплачивается, которые идут в налог Российской Федерации, оно же, понимаете, оно же все идет к шейгу на счетчик. Это на 3-2-1 пуск, так что, понимаете, обращаю ваше внимание. Ну да. Хорошо. Ну что, Миш, рад был тебя видеть. Еще раз тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. Вчера я ехал по городу, ну, я вчера купил мясо, там, вина купил, ну, конечно, это не крымское вино, ну, тоже можно пить. Вина купил, мясо пожарил на барбекю такое, замариновал его в хорошем таком соусе, сделанном на виски, вот. И, так сказать, замочил свой так называемый сертификат, ну, скажем так, простым языком новоприобретенную специальность. Куда ты его замочил? Туда, в винище. В винище? Да. Вот так вот. Ну что, Миш, ладно, хорошего стрима. Так я же тебе не сказал самое главное, что когда я ехал, покупал, ну, там, в машине температуру показывает воздуха, да, на улице, плюс 19,5. Да ты что, это у тебя что-то датчик врет. Нет, правда было, даже по новостям сказали, плюс 19,5, катаклизм. Это вчера, это вчера, да? Ну, опять-таки, днем, 19,5 ночью скатилось до минус одного. Да ничего себе, а перепад какой температурный. Да, 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 да. У нас в Эдмонтоне так говорят. Если тебе не нравится погода, сядь, отдохни, попей кофе и проверь еще разок. Еще разок, да, да. Обменяется быстро очень. Да, как англичане говорят, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда, да? Разве так англичане говорят? Да. Кстати, кстати, вот ты же знаешь, что вот я хотел буквально секундочку тебе сказать, это уже без прикола серьезно, вот про ракетоноситель «Союз», который стартовал с нашего космодрома «Восточный». И вот смотри, вывел на орбиту, внимание, 34 спутника компании OneWeb, компания британская. И вопрос к товарищу Рогозину, а что у нас такие вот хорошие отношения с британцами? Почему наши ракетоносители выводят британские спутники на орбиту? И я уверен, наверное, на тысячу процентов, что там спутники, они, ну, двойного назначения. Там спутники не GPS и не погодные спутники, а там какие надо спутники. Игорек, я тебя могу успокоить и заверить. Во-первых, они нам за это хорошие бабки потят. Во-вторых, что самое главное... Родину с деньгами. Тише, подожди, 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 успокойся, не горячись, не горячись. Ты же знаешь, что произошло с американским дроном, который имел несчастье пролететь... Просто пролететь мимо нашего эсминца, представляешь, что с ихними спутниками происходит, когда они сидят в нашем ракетоносителе. А, то есть они автоматически уже становятся не британские, а наши спутники, да? Ну зачем ты это вслух говоришь? Вот ты все, прям зачем? То есть Ирогозин получил внеочередное звание генерала-полковника и Герой Советского Союза. Тут все под контролем, Игорек, все нормально. Если наши пропускают... С уже Советскому Союзу. Правильно, правильно, правильно. Тут дрон просто так не может пролететь над нашим эсминцем, а тут они доверяют целые спутники нашим ракетоносителям, представляешь? Вот так. Ну да, ты знаешь, я бы не доверил. Ну вот видишь, вот такие дела. Ну все, ладненько, давай, хорошего стрима, пока. Спасибо, спасибо. А, да, кстати, вот ребята все, не забывайте подписаться к Игорьку на канал. Да, кстати, друзья, на два. Крымчанин, второй канал, Крымский имперец. Чего ты обзываешься? Имперский крымчанин, второй. Один крымчанин, второй имперский крымчанин. Никаких не крымских имперцев, не имперец под соусом, ничего. Понимаешь? Имперский крымчанин. А я что сказал? А ты сказал Крымский имперец. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Пифагоровые штаны во все стороны равны. Правильно. И про бисектрису тоже. Бисектрису мы с тобой, да, напоминали. Да, и все. Все, давай. Удачи. Ага.